Уважаемые любители рок-музыки, я уже как-то говорил вам, что посещая какую-либо страну или город, я обязательно посещаю основные туристические достопримечательности этого города, посещаю лучшие по предложениям гидов рестораны, но затем я также обязательно стараюсь посетить те места, где собираются местные жители в своей повседневной жизни, где они предоставлены самим себе и ведут себя естественно, как животные в дикой природе, без показухи и напыщенности. Такими местами, как правило, бывают местные рынки, где аборигены приобретают продукты для жизни, где они встречаются, общаются, выпивают, рассказывают друг другу басни и анекдоты и едят привычную с детства еду. Вот таким местом в Фетхии является рыбный рынок, ведь это только недавно этот городок стал туристическим, а так это обычный средиземноморский городок, в котором живут рыбаки, ремесленники, торговцы и другие обычные люди со своими семьями. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, мы заарендовали вот этот прекрасный микроавтобус Mercedes и направляемся в саму гущу местной жизни и предлагаем вам проехаться вместе с нами. Уважаемые любители рок-музыки, ну мы приехали поспекнуть местную экзотику, чем они питаются, чем торгуют, как тут готовят, нам сказали, что самый лучший ресторан на рыбном рынке, и мы приехали на рыбный рынок в Фетхии. Ну тут не только рыба, видите, овощи, фрукты. Пойдемте рыбку глянем. Все свежее, гляньте, все только выловили. Хотя уже конец дня. Все свежее. Как вы? Рок-н-ролл forever! О, мой бог! Хорошо. Узнал своего человека. Рок-н-ролл. Переданция. Все в порядке. Не расстрашивайте в городе, все в порядке. Уважаемые любители рок-музыки, ну, честно говоря, экзотично. Нам гид сказал, что самые лучшие рестораны у них на рыбном рынке. Рыбный ресторан. Но, придя сюда, я что-то засомневался уже в самое лучшее, но экзотичное. Посредине вот этот вот круговой такой прилавок, на котором действительно свежая всякая рыба, треветки, кальмары, и палтус, и камбала. Все есть. И треска, всякая рыба валом. И мидии, и все есть. Вот оно по кругу. Мы прошлись по кругу. И здесь, вокруг, вот эти столики, ресторанчики. Посмотрим, как они готовят. Потому что, вы знаете, я как-то был в Китае, проезжал в командировку на один большой завод. Директор завода, потом говорит, я хочу вас ужином. Говорит, а мы целый день были на заводе. Ну, по делам. И уже 12 часов ночи, он думает, куда он нас повезет. А он звонит кому-то там, что-то, говорит, мы сейчас приедем. И везет нас на окраину города. Завозит какой-то вот, знаете, вот, ну, сарай. Прямо, знаете, как вот из профлиста сделанный. Такой сарай. Туда. А там обычно забегало. А там нас ждут. Там уже все закрыто, а нас ждут. Ну, потому что директор завода, он миллиардер был. Он такой скромный товарищ был. Потом там все закрыто, все ждут. Приехали. И вот они нас для нас специально готовили. Ну, и там действительно было очень вкусно. Это реально. Человек прям повар нас обслуживал. Легу соусы, все. Да, грубо я. Поэтому посмотрим, как они здесь. Вид не очень презентабельный, но народу достаточно много. А там, где народ, вы знаете, там всегда вкусно. А потом попробуй. Не будем делать поспешные выводы. Вот золотой-то хочу выпить. Чтобы мы никогда не делали поспешных выводов. А сначала попробовали. Давай. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, в продолжении вчерашних рассуждений и тостов о приятных неожиданностях, чтобы их было побольше в нашей жизни. Вот сегодня у нас было несколько приятных неожиданностей. Первое. Ну, я же зарос. Я тут вторую неделю зарос прям вообще не могу. Вот я пушистым стал. Думаю, ну, дай зайду в местную парикмахерскую. Ну, я же стригусь практически на лысо, вы же знаете. Вы же, наверное, обратили внимание, что я практически на лысо стригу. Поэтому я сам раньше стригся. Ну, просто у меня машинка есть. Я быстро раз, 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 три минуты и готово. Сейчас стригусь в парикмахерскую, там пять минут делают. Пять минут. Поэтому я привык по-быстрому. Раз, два, три. Зашел, думаю, ну, по-быстрому подстрелюсь. А я же забыл, что у них это национальное времяпрепровождение у мужчин. Знаете, вот это чай пить. А женщина работает, они себе чай пьют. Мужики обсуждают проблемы мирового капитализма и социализма. А второе у них разрушение, как клубы. Это у них парикмахерские. Где их бреют, где их стригут. И поэтому он как начал меня выстригать, сначала у меня раздражение было. Думаю, блин, вот это да. Ну, на лысо меня подстричь, он сейчас полчаса меня будет выстригать. А потом успокоился, думаю, ну ладно, что нервничать. Раз уже сижу, уже стригут, ну что делать. И вы знаете, он начал настолько детально все делать. Все очень грамотно, все красиво. Он убрал даже пушистость там с ушей, с щек, с бровей. Подстричь мне бороду аккуратно, все сделал. Сделал прическу, все выстриг, все четко. Потом промыл мне голову, потом сделал сначала шампунем, потом кондиционером, потом сделал массаж головы, еще массаж вот этих вот дельтовидных мыльц. Вот этих предплечий всех плеч. Вы знаете, а потом спрыснул деколону, все это сделал. И вы знаете, я посмотрел на себя и думаю, ну красавчик, гляньте на меня, гляньте. Ну красавчик, а? Ну представьте, как подстричь хорошо, все четко. Поэтому это хорошая приятная неожиданность, это первая приятная неожиданность. А вторая приятная неожиданность, которая случилась, сначала тоже вызвавшая раздражение у меня. Я такой человек, в последнее время все раздражаюсь я, когда люди тупят вокруг. Мы собрались в город, ну просто проехаться в город, посмотреть город детально, без всяких экскурсий, сами. Поэтому заказали такой микроавтобус, такой Мерседес. И я сказал на ресепшн, что нам нужно в парк, в центр города, к мечети, главное, нас подвезти. И потом привезти на рынок и в ресторанчик хороший. Она говорит, хорошо, вызвала вот эту Мерседес. И я говорю, я ему напишу, для водителя напишу, куда вам слазить. А то там многие водители не знают ни английского, ни русского. Она взяла, написала. Вот как начал нас возить, какую-то каякою, какие-то развалины показывать. Что он его там запрограммировал? Мы не собирались туда ехать. Сначала мы возмущались, а потом мы ему пытаемся объяснить, что нам то не надо. А он везет по бумажке и все. А потом мы расслабились. И он устроил нам прекрасную экскурсию. В каякою отвез какие-то развалины. Я потом вам расскажу, что это за развалины. Там всякие рестораны, люди, верблюды. Все там красиво было. Привез потом нас в главную мечеть. И все по порядку сделал, как его написали. Как мы ему не пытались объяснить, что нам то не надо, вез четко по расписанию. Ну, зато мы увидели город. И увидели вот эту каякою, увидели главную мечеть. И, в конце концов, он привез нас все-таки на этот рынок рыбный. И сейчас мы сидим в ресторане. И вот это я вам рассказываю, вот эти басни. Понимаете? Поэтому возникает тост, что иногда непонимание приводит к хорошим результатам. Но я даже не знаю, за это стоит пить или нет. А, вот так вот. Даже не понимая нас, чтобы они делали нам хорошо. Окружающий мир был так вот благосклонен там. Давайте, за это. Уважаемый любитель рок-музыки. Но мы не стали заказывать горячие блюда. А взяли одни закуски. И холодные, и горячие. Вот это хумус ливанский, понимаете. Мидии фаршированные, кстати. Кальмарчики, видите, сделанные специально в таком соусе поджаренные. Вот это сыр, один сыр в кляре. Вот это вторые трубочки, тоже сырные, с какой-то фаршированной рыбой и сыром. Но это кальмары жареные, вы видите. Это какой-то соус айдарий, как-то он так называется. Это кальмары по-другому, просваренные в другом виде. Но это опять кальмар на гриле сделанный. Вот это крабовые фаланги в кляре тоже. Ну, это, понятно, креветки. И слабость проявил наш бас-гитарист и заказал себе. Мы говорим, ну, нельзя в рыбном ресторане мясо есть. Он говорит, ну, не могу, у меня слабость мяса. И поэтому он заказал себе бараньи шашлычки с картофелем фри. Ну, вот такой вот у нас небольшой столик накрытый. И поэтому у меня сразу напрашивается тост. Я хочу выпить за богатство этого Средиземного моря, чтобы оно радовало и близлежащих людей, и нас, когда мы сюда приезжаем, своими дарами. Вот за вот это. И будем пробовать. Начну с хумуса. Сравню его со вчерашним рыбным рестораном в отеле. Неплохо, но там было лучше. Ярче был вкус. Мне вчера очень понравилось. Это не так. Попробую, что это за айкири. Или дайкири. Что-то такое. На самом деле это, по сути дела, греческие цаццики. Вот вкус практически точно такой же. Может быть, оно это и есть. Греческие цаццики. Такие кисло-с огурцами. Соус такой сметанный. Хороший. Нормально. Похоз на греческий цаццики. Фаршированные мидии. Хочу понять, чем они их нафаршировали. Ну, сама мидия с рисом. Ничего необычного. Как, как, как. Ни вкуса мидии, ни вкуса риса. Вот так бы я сказал. Ни то, ни сё. А, ну и к холодным закускам они добавили горяченьких креветочек. Видите, сейчас попробую. То есть, горячую закуску. Видите, как хорошо, что я не пью, уважаемый, любитель музыки. То есть, можно спиться с такой закуской, а. Кусочек отрежу, а то оно горячее. Ну, просто хорошо приготовленная креветка. Вот так. То есть, они здесь не изгаляются, я так понял. Они просто делают простую рыбацкую пищу. Всё обыкновенное. Вот так бы я сказал. Пробую кальмары. На гриле. Хорошо, приготовлено опять-таки добротно. Я понял, здесь такие ресторанчики, которые просто делают добротную рыбацкую еду. Без изгаляния. Ну, в общем, всё обычное. Хочу попробовать вот эти вот трубочки. А ну. Просто с сыром. Таким типа брензи. Вкусно, хорошо. Опять-таки обычное. То есть, сюда люди приходят просто поесть. Вкусно, всё хорошо. Но без мишленовских изыскал. Вот так бы я сказал. Но, тем не менее, хоть здесь и нет мишленовских звёзд, вы знаете, многие блюда народные, традиционные, которые люди готовили, чтобы просто наесться, стали всемирно известными. И иногда готовят так, что язык проглотить. Ну, допустим, взять пасту карбоналу. Это ж блюдо национальное итальянских лесорубов. Это он намашется топором. 200 лет назад. Не пил, даже не было целый день. Ему нам было силы восстановить. Они готовили эту пасту карбоналу, куда замешивали и яйцо, желток, и бекон, и спагетти, и сливочный соус. Всё это перемешивали. Это была такая питательная еда. А сейчас в некоторых ресторанах хотел бы прямо язык проглотить. Так вкусно. Поэтому я хочу выпить за то, чтобы мы были просты в своей жизни, но чтобы то, что мы делаем, было просто, но не примитивно, а просто и изысканно. Уважаемые любители рок-музыки, пришла пора попробовать осьминогу в масле. И хочу попробовать вот этих фаланги крабов, как они сказали. Сначала начнём с осьминогов в масле. Оригинально. Но они просто в масле. Там добавлена какая-то кислота, типа лимонная, к маслу. На самом деле, не знаю, как они приготовили, они прямо во рту тают. Их вообще прожёвывать даже не надо. Мягкие-мягкие. Уж вкусно, прям прилично. Теперь пробуем фаланги крабов. Слеп чувствую, крабов не чувствую. Уважаемый любитель рок-музыки, но я сомневаюсь, что там есть крабы, фаланги. Особенно тот, кто пробовал настоящие фаланги крабов на Камчатке. Кто сразу поймёт, что тут их близко нет. Ну, а так вкусно, как печенье. Чаем хорошо. Уважаемый любитель рок-музыки, пробую кольца кальмаров. Наша любимая пивная закуска в России. И мне сказали, что это сыр какой-то другой. Вспоминая рекомендации гида, я делаю вывод. Но не избалованы они вкусной едой. Это всё более чем обычно. Более чем обычно. Напрашивается в тост. Мы должны радоваться жизни в любом случае. Вот за вот это хочу выпить. Даже когда нам советуют то, что оно мне понравится. Уважаемые любители рок-музыки, но пока тут не начали дудеть, я вижу, подошли музыканты. Я всё-таки произнесу тост, который только что произнёс наш великий режиссёр и продюсер. Я его просто перефазирую и дополню. Что да, еда обыденная. И вот эта обыденность, когда люди привыкают и делают одно и то же. И оно вроде бы и хорошо, а вроде и не очень. Ну и вот так вот вся жизнь проходит. Вроде бы вроде что-то делаешь, а вроде хорошо, а вроде и не очень. Номером один никогда не становишься. Поэтому Елена Ивановна правильно говорит, а я её дополняю. Что даже в обыденных вещах нужно стараться делать классные вещи из обыденных вещей. И не превращать свою жизнь в серость. Вот поэтому за то, чтобы мы, выполняя свои профессиональные обязанности и делая каждый день вроде бы одно и то же, всегда привносили туда свою творческую энергию и делали обыденные вещи праздничные. Вот за это давай. Уважаемые любители рок-музыки, ну я кальмары попробовал, но никакие. Не солёные, ничего вообще. Но мне сказали, что я не заметил соус. Мы принесли соус, буду пробовать соусом. Может, соус сделает их вкуснее. Кисломолочный соус с небольшим добавлением чеснока. На самом деле он вообще не свистит к кальмарам. Это не гармонирует. Вот встанет этот человек кем-то, возвращаясь к предыдущему тосту, чтобы привносить свою душу и творческую энергию, и пытаться осмыслить то, что ты делаешь. Но оно не гармонирует. Кисломолочный соус на основе айрана. И вот эти кальмары. Просто. Вот это и есть эклектика. Heavy metal, pop, shansong. Когда соединяют несоединимое. Вот это оно в еде. Что ты сделаешь? Не хватают люди, звезд с неба. Но не хотят. Что-то им, что-то им делать. Уважаемый любитель рок-музыки, я еще не все попробовал. Я уже, конечно, завидую нашему бас-гитаристу, потому что он взял себе бараньи шашлычок. А это все обычно. Но я еще не попробовал щупальца осьминога. Ведь лежит, ждет своего часа. Ждет, когда волосчук вынесет ему вердикт. Отрезаю, смотрю. Соуса никакого нет. Просто так. На удивление, очень мягко прожарен. Прям пропарен, во рту тает. Но вкус обычный. Уважаемый любитель рок-музыки, но наш генеральный режиссер и продюсер перехватывает инициативу волосчук-сд и опять произносит прекрасные тосты, но она не хочет показываться в камере. Вы уж извините ее. Уважаемый любитель рок-музыки, я потом добавляю лаверды и ее тост преподношу вам. Такой это я плагиатор. Она говорит очень мудрую вещь. Что? А это же прекрасно, что есть обыденные вещи. Тогда мы на фоне их замечаем что-то неординарное. Если мы умные люди, то мы сразу не говорим, что это плохо. А смотрим на эту неординарную вещь не пытаемся ее оценить, посмотреть со всех сторон, а потом уже делать выводы. Поэтому это прекрасный тост, что предложила Елена Ивановна. За разнообразие этого мира, чтобы были и обыденные вещи, и плохие вещи, и неординарные вещи, гениальные, чтобы мы их выделяли выделяли на этом фоне. И сами сорвали сделать неординарные, не похожие на другие. Давайте за вот это. Уважаемый любитель рук музыки, ну вот я решил попробовать еще и такие креветки. Хочу понять, ну вот эти ничего с соусом, поджаренные в чесночном масле. Ничего, вот так бы я сказал, ничего. Попробую еще вот эти. Там у этого повара нету индивидуальности, но никакое. Ну просто белок ешь и все. Нет, даже на четверку этот ресторанчик не тянет. Никак. Ну никак. Единственное, что попробую сейчас кофе. Может они на кофе и справятся. Вы знаете, это контрольная закупка. Все, попробовал. Более-менее на четверочку креветки в чесночном соусе, поджаренные, горячие. Ну вот эти вот палочки с сыром, трубочки. Ну, с чаем был, я бы неплохо так с чаем. Тоже можно где-то 3,8 поставить. Ну не больше. Все остальное обыденно. А вот это, ну вообще, ну даже вкуса нет. Ну как можно так приготовить? Вот эти мидии, там даже запаха мидии нет. Он перетер их, рисом забил, и вкуса нет. Кольца кармаров с этим соусом, а соус кислый, на Айране сделан, чуть чеснока тут добавил, оно не соединительное, ну просто не гармонирует друг с другом. Ну, потому что, ну, все. Люди идут, тут красиво, интересно, экзотично, смотрят и нормально, и пойдет. Доход приносит какой-то еще. Поэтому этому ресторану предварительно ставлю 3,5 балла. Больше он не зарабатывает, это невозможно. Это обыденно, извините за выражение, жратва, набить пузо. Да, все хорошо, все великолепно. Кофе-латте. Мой друг, в фиш-маркете нет кофе-латте, в туркесе кафе, да. Давайте туркес, кофе. Без угара, медиум угара, маленький угар. Медиум. Медиум угара, окей. На здоровье. Спасибо, да, да. Уважаемый любитель в мозге. Но, опять-таки, еще разок подвожу итог. Все обыденно, все хорошо. Но нам настроение не испортишь, даже невкусными блюзами. Потому что мы зато узнали, как они живут, по-настоящему. Честно говоря, для меня это, для меня Турция все-таки ассоциируется с материком больше, с Малой Азией. А это все-таки прибрежная зона. Здесь напоминает адриатические все это побережье, все эти Хорватии, Черногории. Поэтому необычно. Ну, в моем понимании необычно для турков. И положительное то, что ну, отрицательное, у них даже нет кофе-латте, а у них только одно кофе. Казалось бы, все тебе, тяжело купить этот автомат. Ну, любой тебе кофе будет готовить. Нет. И так пойдет. Только турецкий. Ну, сейчас попробую этот турецкий. Но, повторюсь, положительное то, что мы увидели реально, как они живут. Обратите внимание, полный ресторан. Люди довольны. Для них это прекрасно. То есть, они не разбалованы мишленовскими звездами. А мы пробовали все, но зато мы умеем различать хорошее от плохого, обыденное от оригинального. И мы всегда рады, когда мы встречаем национальный колорит и видим, как живут люди в реальности. Вот так они живут. слушают такую музыку, как послышите нам, что там в бубле колотит кто-то. И вот такое едят. Пробую кофе. Контрольная закупка. Ну вот турецкий кофе не умеют готовить. Умеют. Хороший. Вот кофе хороший. Хороший турецкий кофе. Хотел бы повысить им оценку, но не повышу. Три с половиной балла все равно. Хоть и хороший кофе, а кофе хороший. Уважаемые любители рок-музыки, ну вы обратили внимание, официант говорит, приносит нам блюдо, приносит воду, говорит, на здоровье. Это везде, во всем мире говорят, на здоровье русским. Они не знают, что русские пьют за здоровье. Они почему-то говорят на здоровье. Вот чем это связано, мы сидим, рассуждаем здесь, уважаемые любители рок-музыки, почему так они говорят. Думаю, что-то поляки так любят говорить на здоровье, на здравье, на здравье. И они иногда переняли о них, но почему? Русских там намного больше, чем поляков. И во всем мире говорят, за здоровье русский пьют, за здоровье. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, напрашивается тост. Наш традиционный русский, за здоровье. Уважаемые любители рок-музыки, наема нашего гениального бас-гитариста, стырил, 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 что ж, хочу попробовать. Может, хоть мясо умеют лучше делать. А вы же помните нашего гениального бас-гитариста, который пропагандирует и отстаивает оригинальный саунд. Смотрите, пробы. Уважаемые любители музыки, у нас бас-гитарист все-таки гениальный товарищ. Он обманул всех нас. Это действительно вкусно. Рыбный ресторан, рыбный рынок. А мясо приготовлено вкусно. С жирком, с курдюсом. Обалденно, вкусно баранина сделана. Хорошо. Пахучая. Хорошая. Возвращаю втихаря, пока его нет. Он пошел на минуту. Он пошел консультировать музыканта. Знаете, а я в это время вот стырил и вам рассказал, как они умеют делать бараньи. А теперь он возвращается, а я ему вручаю как приз. Я ж такой, я ж щедрый, понимаете. Я от души все отрываю и отдаю членам группы. Ага, как. А сейчас подойдут музыканты. Мы послушаем, как они работают. Ритм секса как у них. Ну, оценим сейчас. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, итог я уже этому ресторану подвел, оценку выставил. Три с половиной балла. Кофе. Кофе прекрасно заказал себе вторую чашку. Да, турецкий кофе у них очень хороший. Прям вкусно. А я знаю, какой вы хотите задать мне вопрос. А ты же русский интеллигент. А что это ты в шляпе сидишь? За столом и в очках. Ну, хотим нож вокруг. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, вы же знаете, у меня же волшебные очки. Это для того, чтобы видеть насквозь любого человека, и особенно хайтера. Насквозь видеть. и готовить им хорошие ответы. И потом очки я не снимаю никогда. Даже во сне. А шляпу я не снял. Там специально для того, чтобы передать вам морскую экзотику. Чтобы вы смотрели на меня и понимали, что мы находимся на рыбном рынке города Фетхи. И в рыбном ресторане. И мы поняли, почему тут так много народу. Две причины. почему нас удивило, что много народу. Не очень же вкусно обычная еда. Так именно потому, что сюда приходят обычные жители. Для них это нормально. Это раз. Во-вторых, рыбный прилавок вот рядом. Это гарантированно свежая еда. Третья причина, почему здесь полно. Да потому, что здесь весело и недорого. Вот так. Потому, что каждое из этих блюд в Москве стоило раза в два, в три дороже. А то и в пять. Допустим, восьминожье щупальце. А здесь двадцать, десять, двадцать, двадцать пять тугариков. Ну, имеется в виду лир. Что в переводе на русский язык это где-то там двести, там рублей, триста. Вот так. Но кофе прекрасный. Кофе прекрасный. Ну все, мы покидаем это гостеприимное место. Мы посмотрели, как живут простые турки, как они проводят вечера. Видите, заполнено, полный зал. Я повторюсь, три причины. Дешево, свежо, непривычно для них. И еще и музыка играет, глянь, живая. С турецким колоритом тут все. Все прекрасно. Поэтому мы поехали в отель. прощаемся с этим гостеприимным местом. И может быть еще сходим или приедем сюда в какой-нибудь ресторан классом получше. Мы проезжали там на набережной стоят, но нас ввели в заблуждение гид. Он сказал, что самое лучшее это здесь, вот на рыбном рынке. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры расскажет рокер Валащу.